Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли, она всегда была близкой и родной для русского человека, для россиянина. Она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом присутствовали в процессе. Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы все наши договоренности и с нашей стороны, и с российской, чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить мы наши отношения союзные должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, и я изучал эту тему очень внимательно, союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго. Ну и потом времена изменились. Сегодня же невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны, такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Но это мы еще с вами поговорим. Я думаю, мы один на один обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас, в этот электоральный период. Очень странная вещь происходит. Иногда я начинаю долго думать, если дать свой опыт, откуда это берется. А вот всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом. Ну и прошу вас, Михаил Владимирович, моему доброму другу, передайте самое доброе пожелание. Привет от белорусского народа. Его здесь любят, уважают. Он это прекрасно знает. Мы его ждем после встречи главправительств. Наочной встрече уже в Минске. Продолжение следует...